Здравствуйте, это Илона, и сегодня я снимаю видео о своих любимых книгах. О тех любимых книгах, которые я прочитала за недавнее время, потому что на самом деле мой список книг гораздо больше, чем может уместить это видео. И начну я с книг Дэна Брауна, это вот «Ангелы и демоны» и «Утраченный символ». Также мне нравится «Кот да Винчи» тоже, но у меня просто нет его в печатном формате. Что я могу сказать? Мне вообще очень нравится детективный жанр, и я много прочитала детективов, но чем мне нравятся книги Дэна Брауна, они ещё очень дают много исторических подробностей. То есть это не просто какая-то интрига, но ещё и очень много достоверных исторических фактов, то есть читая книгу мы ещё и развиваемся культурно. Ну, я так считаю, по крайней мере. Мне было очень интересно прочитать эти книжки, особенно мне поразило, конечно, «Ангелы и демоны», я читала её не отрываясь, пока не прочитала всю. Знаю, что есть, конечно, фильмы по этим книгам, но, знаете, я вообще не очень люблю смотреть фильмы, больше люблю читать книги, тем более я посмотрела потом ради интереса эти фильмы «Ангелы и демоны» и «Кот да Винчи», это моя дочка. В общем, мне кажется, в книге более всё подробно описано, более интересно. Ну, это, конечно, кому как, но моё мнение таково. Вообще, я сейчас мало книг читаю в печатном формате, больше в электронном, потому что из-за того, что у меня маленький ребёнок, я не могу пользоваться всё время книгой. И таким образом, следующий мой список книг, он будет только на словах, я не могу вам показать. Здесь у меня небольшая подсказочка. Мне очень понравилась серия книг Олега Роя. Олег Роя, у него разные, по-моему, серии есть. Вот, не могу сейчас назвать конкретно книги, но я читала штук, наверное, пять или шесть. В общем, очень интересные истории о жизни, житейские такие истории о любви. Ну, о жизни в основном, но написано очень интересно. Это и не просто какой-то любовный роман, это и не детектив, это что-то всё вместе. Также очень люблю Сидни Шелдона. Из его книг могу выделить «Пески времени», «Интриганка». Ну, Сидни Шелдона, кто знает, очень большой список книг таких, и все они, мне кажется, интересные. Просто, ну, я немного прочитала его книг пока. Ну, я думаю, исправлю это в ближайшее время. Также книга, которую я прочитала не так давно, вот буквально недавно, это книга «Другая болейн» Филиппа Грегори. Не знаю, как правильно. В общем, по этой книге тоже снят фильм. По-моему, называется «Ещё одна из рода болейн». Книга очень интересная, о придворных интригах, об Англии 16 века. Вообще, исторические романы я не очень люблю, но вот как-то меня заинтересовала эта книга. Буквально случайно нашла её в интернете, начала читать, тоже не могла долго оторваться. Очень мне понравилась о двух сёстрах, Анне и Марии Болейн. Ну, те, кто любит исторические романы, я думаю, обязательно стоит прочитать. Ну, всем остальным, ну, ради интереса, я думаю, можно тоже посмотреть, вообще почитать, что за книга. Также мне понравилась книга Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка». Ну, это такая, знаете, сказка для взрослых, для выросших детей. В общем, тоже интересная книга. Не очень она длинная, быстро читается, можно сказать, на одном дыхании. Тоже советую прочитать. Ещё две книги, которые у меня есть в печатном варианте. Ну, это такая специфическая литература для женщин, которые ждут ребёнка или которые планируют малыши. Это вот такая энциклопедия «Большой подарок для будущей мамы». И вот такая вот небольшая книжка. Это журнал «Добрый совет» Лиза. «52 лёгких способа получить от беременности удовольствие». Очень полезные книжки. Девочки, кто планирует или кто уже ждёт малыша, советую их прочитать. Они такие, как сказать... Ну, энциклопедия, сами понимаете, это более такие обрывочные такие сведения. В основном по неделям, по месяцам. Тоже можно много чего интересного найти. Но вот эта книга, хоть она и меньше, она мне понравилась больше. В ней автор «Женщина» описала, как в основном такие лёгкие способы во время беременности, как сохранить своё здоровье, здоровье малыша, как легче родить. Вообще, это более такая книга для будущих мам, чтобы их успокоить где-то, чтобы они не боялись родов. Могу сказать, она мне пригодилась, мне очень понравилось её читать. Некоторые способы я использовала на себе, и могу сказать, что мне очень пригодились. Поэтому приглядитесь, девчонки, у кого есть такая возможность, прочитайте. Ну, вот это такой небольшой, коротенький списочек. В принципе, я читаю намного больше. Вообще, у меня такой неразборчивый вкус, как вы уже могли заметить. Я читаю всё, что мне нравится. Начинаю книгу читать с первой страницы, если понравилось, читаю дальше. Поэтому надеюсь, что кому-то это было интересно, кому-то это было полезно. Если у кого возникли какие-то вопросы, или вы можете мне что-то посоветовать, прочитать, я буду очень рада. Пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok